Кейли, когда ты в последний раз была во влоге, то они просто посходили с ума из-за тебя. У тебя интернет-фанаты. Нет. Ты хочешь им что-нибудь сказать? Нет. Хочешь, чтобы я оставил твой номер телефона в описании, чтобы они могли звонить тебе? Сегодняшний эпизод, это будет менее веселый эпизод, менее счастливый. Он будет сентиментальным и, возможно, немного грустным. Пока, большое спасибо. У меня и Кэндис миссия добраться до Коннектикута. Мы не едем туда ради веселого уикенда на пляже. Не в этот раз. Мы заедем к моему папе и потом домой. Мы скажем привет старику. И затем поедем работать. Пока. Пока. Позже увидимся. Нам не нравится эта машина. Мы не... Вот это забавно. Еще увидимся. Пока, пап. Мы почти на месте. Тебе становится грустно, и ты начинаешь ностальгировать, Кэндис? Да, конечно. И я. Мы на месте. Что мы тут делаем? Что мы делаем сегодня? Мы подготавливаем дом. Мы его продаем. Он будет на продаже на этой неделе. Этот дом, покупка этого дома, это один из самых гордых моментов всей моей жизни. Понимаете, этот район с крутым пляжем... Я не вырос здесь. Я вырос в менее приятном районе, на другой стороне реки. Я всегда хотел жить здесь. И после Оуэна, моего старшего ребенка, после того, как мы с его мамой расстались, я сразу же переехал в Нью-Йорк. Но я возвращался сюда три раза в неделю. С понедельника по четверг я был в Нью-Йорке, пятницу, субботу и воскресенье я был здесь, чтобы быть с моим ребенком. И вначале нам не было где жить. Мы жили на чердаке кофейни моего папы некоторое время. Спали на диване моей бабушки. И мы медленно поползли вверх. В конце концов, мы жили в крошечной квартире, где мы спали на двухъярусной кровати. Детственское утро, 2007 год. Что это? Мобильный телефон! Пап! Мы жили в однокомнатной квартире студийного плана. Славно. Это было замечательно. Мы арендовали маленький дом. Арендованный дом 2009 год. Сегодня 20 ноября. 20 ноября 2000... Нет, 20 ноября 2009 года. И это был такой важный момент для меня. Я помню, как я в первый раз открыл дверь, закрыл дом. У меня уже были ключи. Я закрыл дом и подумал, теперь это наш дом. И если бы вы могли представить, каково это объяснять своему ребенку, почему вы спите на необустроенном чердаке, как родителю, это было унизительно для меня. А затем вы как бы переверните это. Поменяйте местами, и это та гордость, которую я испытал, когда купил этот дом для нас с Оуэном. Семь лет назад. Оуэн первый раз в новом доме. Что ты делаешь? Иду в дом. Что особенного в сегодняшнем дне? У нас появился дом. Много ли вы денег заработали музыкой? Денег? В смысле, сколько это много денег? Хороший вопрос. Несколько миллионов заработали? Нет. А вы богатый человек? Что вы имеете в виду по словам богатый? У вас много имущества, много денег в банке. Имущество делает человека богатым. Нет, у меня нет богатства такого рода. Мое богатство – это жизнь. О, как классно! Это футболка. Посмотрите на нее. Я сделал ее для Кэндис. Лет десять назад. А это мы с Кэндис в Южной Африке. 2006 год. Десять лет назад. Посмотрите, какая молодая. Этот дом заставляет чувствовать меня взрослой. Одна из причин, почему я люблю Кэндис так сильно – это, когда мы начали встречаться, и она приехала со мной в Коннектикут в первый раз. Она спала на диване в доме моей бабушки, потому что на сону нам не было места. Весь путь с домом и Кэндис, она была рядом, когда действительно, действительно в нашей жизни были трудности, и мы боролись. Ты будешь плакать? Ладно, ты денешься или будешь в полотенце? Ты выглядишь замечательно. Знаете, жизнь продолжается. И Оуэн уже не ребенок. Через две недели он идет в колледж. Этот дом за последние несколько лет превратился из гордости моей жизни в бремя, потому что мы как бы должны сюда приезжать, но это сложно, имея ребенка. Оуэн даже не хочет здесь больше зависать. Он работает, у него машина, работа и... Жизнь просто продолжает идти. Этот парень продолжает жить. Жить. Ну вот и все. Последний раз, или по крайней мере, один из последних разов, когда я пройду через эту дверь. Что? Ты грустная? Да, очень. Думаешь, нам стоит делать селфи на фоне него? Или это ненормально? Нет, давай сфотографируемся. Переведено и озвучено студией Тремпель Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ